Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Премьера в театре имени Максима Горького. Спектакль «Фрегат София» – это история о попытке взаимопроникновения двух разных культур – русской и японской. Действие разворачивается в 20-х годах XX века и начинается во Владивостоке. Главная героиня – София Васильевна Гнедых, молодая красивая учительница, руки которой добиваются многие, делает свой выбор, выходит замуж за японского военного Цойоси Тагаки и уезжает с ним на его родину в неведомую непонятную страну. Режиссер Вадим Данцигер начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. А любительский театр Аси Пароходовой представляет спектакль «История одного убийства» на сцене Пушкинского театра. В основу спектакля взят сюжет пьесы Робера Тома «Восемь любящих женщин», рассуждение, фантазия на тему женских обид. Все героини открываются перед зрителем самых неприглядных сторон, где чувствуют себя некомфортно и, наконец, распустившись окончательно, теряют самое главное – любовь и веру в себя. Начало в 19.00, стоимость билетов от 350 до 500 рублей. Литературный проект Кот Бродского предлагает обсудить, чем живет подросток, с кем ему общаться, о чем читать и еще 100 вопросов без правильного ответа. Команда Кот Бродского внимательно следит за мировым книжным рынком и давно приметила серию годных книжных изданий, напечатанных специально для подростков. На площадке Центра молодежи Приморья четыре школьника расскажут о четырех подростковых книгах, а компетентное жюри выберет лучшего рассказчика. Начало в 19.00, вход свободный. Гала-концерт звезд шоу-песни состоится на сцене Феско-холл. Десять участников музыкального проекта исполнят уже ставшие любимыми песни и будущие хиты. Начало в 20.00 стоимость билетов от полутора до пяти тысяч рублей. Персональная выставка Константина Бессмертного открыта в залах Приморского отделения Союза художников России. Свой проект один из самых востребованных и популярных художников Юго-Восточной Азии назвал «Что виноват, кто делать», перефразировав известное произведение русского философа и писателя-разначинца Николая Чернышевского. В экспозиции представлены живопись, графика и инсталляция. Выставка продлится до 21 октября. Ежегодный байкерский фестиваль состоится на Центральной площади Владивостока. На протяжении пяти часов жители и гости города не только смогут увидеть около двух тысяч мотоциклов. Также их ожидает эффектное шоу. Уже 21 год мероприятие объединяет всех любителей двухколесной техники Приморья. Начало в 11.00, вход свободный. А в карт-центре прем-ринга состоится первый этап осенней сессии чемпионата «Властелин кольца-2018». Начало в 10.00, вход свободный. На выставку продажу японских древовидных пионов из префектуры Симоне приглашает ботанический сад ДВО Ран. Императорские пионы превратят сад в сказочное место в японском стиле. Представлены более 20 уникальных сортов. Мероприятие проходит в рамках года Японии в России и России в Японии. Начало в 10.00, стоимость билетов от 50 до 100 рублей. В театре кукол дадут спектакль для малышей, музыкальную сказку «Заячья школа». Начало в 12.00, стоимость билетов 270 рублей. На спектакль «Огни Парижа» приглашает драматический театр Тихоокеанского флота. Скромный безработный учитель оказывается вовлеченным в детективную историю. Он думал, что спас обычную девушку от случайного хулигана, но все оказалось гораздо сложнее. И обстоятельства складываются так, что тихому домоседу Месье Амидею приходится играть роль криминального авторитета. Феерический сюжет в лучших традициях французской комедии положений. Начало в 15.00, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. А на сцене театра молодежи дадут спектакль «Капитанская дочка». Это инсценировка романа Александра Сергеевича Пушкина, в котором удивительным образом сплелись исторические факты, фольклор, предание очевидцев Пугачевского восстания и авторский вымысел. Начало в 18.30, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Концерт мужского академического хора из Южной Кореи, Корея Мэйл Хорус, состоится в Пушкинском театре. В программе хоровая классика, духовная музыка, песни народов мира. Начало в 17.00, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. На программу «Карнавал животных» гастроли арастистов российской государственной цирковой компании приглашает Владивостокский цирк. Программа порадует зрителей разнообразными и профессиональными номерами. Начало в 12 и в 16.00. Стоимость билетов от 900 до 1800 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирк бесплатно. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.